Добрый вечер, друзья! С вами DiceMaster. Сегодня я продолжаю прохождение флаутов Невада и приветствую всех, кто смотрит меня. Сейчас в онлайне и в записи. Если вы можете видеть, то на стриме у нас только чат Гудгейма и опять что-то с чатом в турчате, с КТВшный чат не отображается. Так что заранее предупрежаю, господа, если вы хотите, чтобы ваши сообщения были видны, лучше пишите на Гудгейм. Ну, как бы я буду отдельно, скажем, ТВшный чат видеть, но не факт, что буду замечать его чаще. Так, ну что ж. В прошлый раз мы завершили довольно интересный квест, просто я бы сказал шикарный квест. И выступили, скажем так, в роли хирурга. Мы помогли мальчику, у которого были раздроблены ноги. Неизвестно пока, правда, как он жить будет с этим, но операцию провести мы провели. Более того, перед этим мы нашли на старой военной базе некоторые медикаменты, анальгетики там всякие, перевязочные материалы и прочее. Привет, Ланбрек, Дьявка, КА-47, Витулар, КТОС. Говорит, ты ведь знаешь, что скоро летом Рейнфол выходит. А что это такое? Ну, естественно, я не знаю, потому что я даже не понятия не имею, что такое Рейнфол вообще. Какие у нас квесты здесь есть? Открываем пип-бой, задание, лавлок. Нас просили починить водосборник племени, очистить плантации от хищных растений. И мы очистили, по-моему, плантации, и я совсем забыл подбежать, задать этот квест. Давайте сделаем это. Так, сохраним это на... Время, Дайс 2. Приветствую, скиталец. Для чего твой путь пересекся с нашим? Я тут по поводу той работы на плантациях. И что же именно произошло? А, я уничтожил все хищные растения, так что можете не париться больше. О, это весь согревает душу нашим женщинам. Мы благодарим вас, скиталец. Так, ну и что там насчет оплаты? Что ж, вы заслужили свою награду. Вот обещанные 300 монет. А, отлично, весьма недурно, увидимся. Я решил все-таки не брать никаких... Так, нам нужно продать часть вот этого барахла. Я решил деньги взять, а не брать репутацию, потому что репутацию... На нее с кемпаки не купишь, вот в чем проблема, понимаете? Блин, я ему от мальчика проспал, говорит, Олленбрек. Да, бывает. Рейнфолл это лучшая игра в сеттинге постапокалипсиса, можно сказать, тот самый Fallout 3. Ну, по отзыву фанатам, говорит, Витулар. Буду тебя Витуларом называть. Так, привет, это ты так с СК2-ТВ съезжаешь без палева? Да, Дарк Макс, меня просто выживает ССК2-ТВ. Я так понимаю, недавно в рамках обновления нового портала, который то ли фанстримс, то ли фанстримс ТВ, с чатиком провели массу интересных действий. Так, у нас есть вот детали, видите, еще металлолом всякий. Можем попробовать металлолом использовать сюда, для того, чтобы починить этот баг. Так, давайте засынемся и откроем ремонт у нас на седьмой или на восьмой кнопке. На восьмой. Осматриваем повнимательнее баг. Баг сильно проржавел в несколько местах и более не может хранить себе воду. Но его можно починить при наличии металлолома и сварочного аппарата. Так, сварочного аппарата-то нету, вот в чем проблема-то, а? Ну, ладно, бывает. О, кстати. Низкий гван валяется без чувств просто. Переутаймился, бедняга. Сходил в локацию, где были хищные растения. Могу сходить, в принципе, специально по тому требованию, волос, прямо по тому запросу. Хламонский чатик перестал ловить из КДТВ? Да, он перестал ловить. Более того, есть более новая версия, но эта версия не приходит через автообновление. А если ее отдельно скачивать и запускать, то не будут настройки из чата подгружаться, включая ваше звание, между прочим. Так что я решил, ну, лучше уж так. Вот. Привет, стоп. Это уже пару дней назад было, или ты сначала начал, говорит Саоске? Да нет, я как бы просто после перерыва, который был на протяжении недели, прошлый стрим, в субботу был в ту, я подумал над тем того, что надо бы квесты здесь закончить. Что значит, это уже было? Сварочный аппарат лежит на АЭС, но тебе пока туда рановато. Да я-то думаю. Бромены жрут какой-то сток сена. Здесь что-то непонятное творится. Здесь вот не приберешься сюда, к сожалению, не пройти. Дружище, я тут ищу радиостанцию поблизости, ты наверняка знаешь где-то. А ну-ка покажи. А, не, может ругаться будет, злые слова говорить плохо. Да, с моей репутацией тебя не перебидить. То есть нужно было репутацию брать, да? Слушайте, а если мы возьмем репутацию, давайте проверим. За 300 монет мы можем этот квест решить. И загружаться нужно, конечно же, не с этого сейва, что здесь мы, по-моему, монеты взяли, а с вот этого. Так, ну вот чатика сказал, а то у меня пропал, как только я сменил у себя вкладочку в браузере. А там люди пишут. Например, привет, Гуч. Аэс Нитхок говорит, добрый вечер, а кто ты XCOM обещал в прошлое воскресенье? Не, не знаю таких. Может быть, это Слон обещал? Он вообще каждый день почти что стримит, и даже сейчас прямо. Так что, если что, там, обращайся к нему, он обязательно тебе покажет XCOM. Зира ящер говорит, привет, когда будет запись прошлого стрима Невада? Вот хороший вопрос. Да, вопрос действительно замечательный. Дарк Макс 300 монет? Да, 300 пиккоинов. Вопрос на 300 пиккоинов. Вы же знаете, что такое пиккоины. Куда их нужно заносить? Так, хау, бледнолицый. Нет, я не с тобой говорить хотел. Нам нужно поговорить о работе и сказать, что я уничтожил. Мне достаточно вашей благодарности. Считайте это жестом доброй воли. Отказаться от награды ради маленького племени — это похвально, скиталец. Жители стойбища оценят вашу добродетель. Но все же я не могу отпустить вас пустыми руками. Вот сэндвич. Самое малое, чем могу отблагодарить. Что ж, спасибо. Хотя бы сэндвич дали. Мы 5 единиц карм получили. Неплохо, уже неплохо. Вот, аноним. Поддержал стримера на 20 пиккоинов. Следуйте примеру хорошему. Даже десяточки пиккоинов, и то достаточно для того, чтобы добавить немножко добра и позитива сюда. Да, знаете, добра и позитива всегда не хватает. Так что заносите их. Даже маленькими такими крошечными дозами. Спросим про радиостанцию. Вождь ругаться будет злые слова говорить. Но он в этот раз не... Наш персонаж про карму уже не говорит. Так, вождь будет ругаться. А может, с вождем на эту тему можно поговорить? Привет, мистер Моасом Рэм. Хеллер Чат говорит. Привет, дай спрости, что не был у тебя на стрим 2 недели. Прощаю тебя. Да. В общем, ты заслужил мое прощение. Пришел, можно сказать, и совершил доброе дело о том, что появился на стриме. Куда ты делал деньги? Было же 5К или 7К, говорит Дэйдример. Как куда дел? Никуда не девал. Они не отображаются каждый раз здесь в списке саппорта на страничке. Здесь отображается... Ну ладно, не буду про это. В общем, все очень просто. Отображается то, что сегодня занесли. Так, я хочу расспросить вас об этих местах. Но, более всего, меня интересует, есть ли здесь поблизости радиостанция. Радио что? Никогда о таком не слыхал. Ахаха. Ну ладно, вернусь позже. И... И вот как бы карма есть, а... Рассказывать все равно не хотят хитрые сукины дети. Да, я решил проходить Неваду вообще прям. С ума сошел, наверное. Сбег в локацию с растениями. Там мост. Доброе утро, мост. Доброе утро, Дайс. Им. Опора. Вы не видите ничего необычного. Давайте подергаем за рычаг. Этот рычаг ни с чем не связан. Что-то подсказывает вам, что рычаг когда-то использовался явно не для антуража. Давайте его исследуем эрудицией. Рычаг работает, но он ни с чем не соединен. То есть здесь должна быть какая-то фигня, которая опускалась бы в бишь. Да, воропс, я опять вас не вижу. Это опять какие-то изменения в чате с КДДшном. И из-за них хламонский чат не работает пока временно. То есть он как бы уже починил, но обновления почему-то не приходят. Поэтому без этого. Веревка. Веревка это хорошо звучит. Слушайте, у нас веревка есть. Я это сделаю, говорит он. Ну веревка куда-то делась. Коварная веревка, ты что творишь? Ахаха. Тебя Дольф донатит, а то Гарклав прямо купается в золоте, как с кружа, благодаря Дольфу, говорит Зорг. Ну я рад за Гарклава, как бы. Но Дольф, видимо, меня считает поганым оппозиционером. Из-за того, что я один раз на стриме высказался. О том, что он был раньше очень ленив. Вот. А теперь он, как бы скажем, зуб держит. Когда нас Дейс сможет читать? Да, если читать сможет, тогда, когда обновится чат. А он уже обновился, как бы. То есть есть обновление, но его скачивать нужно. Когда я его скачиваю, к сожалению, я не могу, не в состоянии быстро очень опять его настроить. Это займет время, я решил просто не париться. Подождать, само обновиться через пару дней, может быть. Или нет. Какой у тебя компьютер по характеристикам? Компьютер такой средненький, знаете. Нормальный. Мне очень нравятся такие характеристики. Да, все на ГГУ ехали. А ну не все, не все. Вон тут люди некоторые в поле броминов пасут на ГГУ. Не едут никак, говорят. Нам и здесь хорошо. У нас племя свое, шемлемя. И бромины. И вообще живем замечательно. Итак, смотрите. Как бы веревкой... Все, больше нету. Веревка исчезла. Нам персонаж сказал, я это сделаю. И он сделал это с веревкой и с рычагом. Вот скажите честно, что вы можете себе представить, когда вам говорят фразу, я делаю это с веревкой и рычагом. Ну, не важно, в общем. Я недостаточно толерантен. Вебоньки нет. Вот Адольф недоволен. Да не, я на самом деле, если уж говорить честно, ни разу не попадал на то время, когда Адольф балло раздавал. Вот и все. Смотри, как огонек в костре приливается. Замечательно, шикарно. Средненький компьютер. Мы же на него донатили. Тебе не стыдно? Так тут давно было уже. Полтора года назад. Полтора года назад. За полтора года устаревает очень многое. Так, ну что? Давайте попробуем там, не знаю, ремонт какой-то применить сюда. Рычаг работает, но ничем не соединен. Да я только что его соединил. Я только что его с веревкой соединил. Это же должно помогать. Я помню, в детстве когда-то тоже так вот что-нибудь с веревками соединишь какую-нибудь фигню и думаешь, что ну вот, крутую штуку сделал какую-то. Полет фантазии был неограничен. Передай привет от меня, да и дримеру, говорит Халерчат. Передаю привет от Халерчата, да и дримера. Он заменил веревкой ремень в рычаге. Может быть, да. Но нечему здесь опускаться. Я не вижу какой-то штуки, которая могла бы подниматься и опускаться, к сожалению. Давайте поговорим с ним еще разок. Так, давай торговать. Меняться, меняться. Больше не бояться. А у него ничего нету. Он бомж. Обыкновенный индейец бомж. Не, я, пожалуй, еще раз загружусь. Все это очень подозрительно. У меня тошнит, говорит взъерошенные перья. Низкий гван. Ладно, побежим. Давайте рейдерам расскажем о том, что мы выполнили миссию по... ...обезвреживанию базы военной. Ее периметр защиты. Но я думаю, там уже есть кому рассказать об этом. Но надо же, лично покрасоваться перед главарем банды. Такая харизматичная и душка-няшка. На прошлом стриме говорили, что донатов уже набралось чуть ли не на 600 тысяч. Ты, как один из ведущих стримеров, можешь сказать, что тебе перепал какой-то достойный кусок пирога? Бимель. Мне перепал кусок тысячи на 3-4. Я сейчас вообще не помню. Из... А всего, собственно, в статистике показывает, что там на 700 тысяч задоначено. Так, а что-то все ко мне повернулись такие. Ну я вошел, здорово. Да, есть тебе стержень, ничего не скажешь. Такое дело провернуть не каждый вытянет, но ты особо не взлетай высоко, а то крылья тебе на раз подрежем. Кое-кто уже убедился, кровь неделю оттирали. Что, парни, было ведь такое, да? Чего, все глаза прячете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, кто кому чего подрежет, это еще вопрос. Ты знаешь, Луи не сильно огорчится, думаю. Значит так, объясняю один раз. Босс здесь один, Луи. Все стратегии на нем. Но тактическим планированием рулю я. Ты ему можешь приглянуться. Но это не значит, что ты удачу за яйца ухватишь. Попрешь поперек меня, спешу в расход сразу. Вопросы есть. Да, как раз есть парочка. Ну, рискни, спрашивай. Только по делу. Некогда мне порожняк тут гнать. Гнать. Да знаешь, интересно, откуда ты такой здесь весь красивый взялся, не расскажешь. Хо, я родился в семье честных работяг в Рино. И с детства сполня познал горе решений. Хотя мои милые родители окружили меня любовью и заботой. Но перед смертью матушка открыла тайну. Давай поближе. Никому ни слова. Мой настоящий отец. Последний президент США. Ну и поэтому я пустился в бега. Вынужден он был связаться с этой кучкой отщепенцев. Отец США. Президент. Вообще просто. Юморист. Он, юморист. Он, наверное, просто был в цирке выращен клоунами. Поэтому у него такое чувство юмора довольно странное. Да и Дриммер говорит, повторяю вопрос. У тебя было же 5-7 тысяч долларов, а сейчас у тебя 2190. Чего ты купил такого? Я купил? Нет, во-первых, килобаксов у меня не было никогда никаких. Не знаю о чем ты. Какие 5-7 тысяч? О чем речь вообще? 290. Где ты видишь эту цифру 290? Скажи, пожалуйста. Я вот не вижу такой цифры нигде. Флауте вон в игре. Не было у меня 5-7 тысяч денег в этом, в Флауте. У меня там вот эти 2 тысячи как были, так и были. Я ничего не покупал. Так, давайте Бартера нажму. Он не хочет с нами говорить о коммерческой, так скажем, деятельности. Вот сколько было, столько есть. Было меньше. Я помню, там полторы было. Но 5-7 тысяч, это где вот приснилось-то вообще? Ладно. Фиг знает. Но брюнетка с хорошими ножками. А, не меня. Кстати, ты в мили будешь бегать, если да, то может у индийца купить тостер с рабскими ошейниками. Сделать пауэрфист мощный на старте до конца Ньюрина. А, там можно такое сделать даже. Вот это круть. Все в чате ГГ сидят. СК-2 не узел. Но СК-2 просто в этом чате не отображается. Я буду, наверное, каждому говорить, кто приходит. Тебе уйдет на стрим. И вот каждый будет спрашивать, а что со с чатом СК-2? И каждому надо будет объяснять. Слушайте, надо какой-нибудь диск Лайвер написать, наверное. Так. Так, так, так. Может, реально добавить? Кому достался? Да, если ты посмотрел уже Безумного Макса? Нет, не смотрел. Почему-то у меня такое чувство, что он мне не понравится. Не знаю, у меня что-то такое ощущение. Где скачал Неваду? На официальном сайте, где же что-то? Так. Что, Дайс ищет? Ищу, ищу. Много чего ищу. Я Альтабусь Браузер. Так. Ладно, теперь ответь на другой вопрос, только на полтона посерьезнее, ладно, а? Ну, рискни. Да тут про вас хотелось бы просто узнать. Кто такие, чем живете? Да сам все, видишь, местных заглотку мы крепко держим. Луи это вполне устраивает. Если кто-то из шоколья окрестного пытается на нас наехать, мы организовываем им массовые похороны. А это устраивает меня. Вот только большой не понимает, что нам расти надо, а не зарасти жиром, как местная скотина. Ладно. Стратегические вопросы непросто решать. Надеюсь, разберетесь в итоге. Удачи. За один раз тоже можно... Точно можно посмотреть. Угу. Ммм. Кукуруза поддержал стримера на 300 пикоинов. Спасибо тебе огромное. Это молодец. Не смотри на нового безумного Макса. Он не очень, говорит, Маус Мэром. Но вот видите, все мнения-то разделяются. Кого-то есть мнение, что хорошее, кого-то плохое. Я очень много хороших отзывов слышал. Прямо вот реально много. Кстати, водосборник. Может, у него тут что-нибудь снять можно? С водосборника. У них тоже свой водосборник есть. А здесь он там у них. Влажная одежда. Влажные рейдерские труселя висят на веревочке. Развершенные. Так. Кто еще у нас тут есть? Плесень. Плесень. Че какой грустный вообще? Сдохнуть хочу. Слушай, ты че? Не плачь вообще. Ты ж мужик. Жить хочу. Во, другое дело. Напомнили ему, что он мужик сразу жить захотел. Сценки вроде бы хорошие. Да. Все такие восторженные отзывы. Прям пишут. Ну, просто у меня сам по себе жанр такого... Как бы сказать... Такой экшен-погони на весь фильм не кажется особо привлекательным. На мой вкус личный. Так, слушай, мужик, постой. Слушай, ты че какой, а? А вот так. Хей, кого мы тут видим? Типа цирк уехал, клоуны остались. Ну, привет. Тут, говорят, поблизости есть радиостанция. Радиостанция? Это че еще вообще? Ну, это, наверное, большое здание с антеннами и проводами. А, ну, была какая-то железка высотой этажа в три. Я уже не помню, где она тут сохранилась. Отсюда тем более не видно. Ты потряси дикарей в деревушке на юге. Может, там что знают. Ладно, тогда... Джексон, вообще, как там? Че у тебя? А не твое дело. Панкаря. Панкаря? Панк... А, панкяра. Панкяра. Вот как он меня называет. Ты че вообще тут? Занимаешься кто такой по жизни? Че дело? Не видно. Глаза разуй. Жрачку банде готовлю. Ну и самогон выцеживаю. Будут еще тупые вопросы. Ну, а как у банды дела по твоей жрачке? Там устраивают автопати в туалете? Ладно, ладно. Слушай, хреново дело. Ложки в пустошах стали умнее. Ходят большими компаниями и с оружием. Так что нам теперь любой рыть не по карману. Не по кайфу, то есть. Приходится отрабатывать свое место в банде. Живем за счет одних только индейцев. Вот такие дела, брат. То есть теперь я тебе брат, да? Это панкяра какой-то. Живем быстро он тут базар меняет. Что будет, если сидеть одновременно с кодового ТВ и ГГ под одним ником? Все будет хорошо. Я думаю, тебе понравится. Рекомендую. Так. Фанатская игра настолько фанатская, что когда пользуешься альт-табом, то включается автоматом мини-игра. Да, ну мини-игра замечательная, по-моему. Она, кстати, была в оригинале. Ее здесь просто сохранили. Это дань традиция, я бы сказал. Влажные рейдерские труселя в сердечках. Вот-вот. Не слушай никого, смотри, что хочешь. Да, я так и поступаю, честно скажу. Никого не слушай, делай, что хочу. Лох-сепаратист, говорит таксист. Тебе здорово. О, Ред Барон. Поддерживает Дайсмастера на 10 пикоинов. Молодчина. Следуйте примеру хороших людей. На мой взгляд, вторая и первая часть, говорит Маус МРМ. Это он про Безумного Макса. Самая крутая. Именно в Фолле есть отсылки к этим фильмам. Ну да, это по сути... Мэд Макс, он как бы во многом жанр, просто апокалипсиса. Сформировал. Вот. Покажи мини-игру. Да изи вообще. Хоп. Оп-оп-оп, мини-игра. Что у нас на экранчике? Что у нас тут есть? Ну-ка, слушайте, сетка какая-то вырисовывается. Сеточка, а что над ней? Ты знаете, вот есть такие лотерейные билеты, где нужно стирать их. Стирать защитный слой, и под ним надпись. Только индейцев, вот такие дела, брат. И ты стираешь, там лотерейный билетик купил, да? Думаешь, сейчас выиграю, а там только индейцев. И надпись дальше, вот такие дела, брат. Сидишь офигевший, думаешь, что творится? Карпати поддержал стримера на 300 пикоинов и сказал, кого банга? Спасибо тебе, молочина. Что за племя обосновалось рядом? Я знаю, спрашивать не буду. Давно вообще сами-то тут обосновались. Ох, не знаю, я сам здесь года два. Банда самая древняя в этом регионе. Все нас знают и боятся. Ну, тогда о местности вокруг что-нибудь расскажи. Может, какие-то еще города, которые у меня на карте не отмечены. А, черт, напрягать меня пытаешься? Ладно, слушай. Здесь у нас основная база, а так мы по всему региону тусуем. Ходим в рейды, иногда заваливаемся в Нью-Рино. У нас там свои люди осели. Страйкер и Томпсон. Как будешь там, держись от них подальше. Пока ты не с нами, а то у братков нервы сдают. Еще по пути в Рино деревушка есть там, живут индейцы. Это наша собственность. Когда жрать хотим и идем к ним, и когда в бубен вдарить хочется, тоже к ним. Они нас боятся и смыться никуда не могут. Ложки, короче. Да уж. Ты не думал в группу ВК ссылку на канал СК2 заменить ссылкой на Гудгейм? Нет, не думал пока. Так. Что-то там про рейдеров, пикоины. Ну-ка, ну-ка. Нарк Макс говорит. Радостанцию не откроешь, пока не будет репа максимальной у индейцев. Или у рейдера за 300 пикоинов можно узнать. А-а-а, то есть получается, нужно либо максимальную, а для этого, я так понимаю, тут немало квестов еще сделать нужно. Мини-град, скреби монеткой, защитный слой. Да-да-да, именно так. Что-то непривычно много доната потекло. У-у-у-у, Раст-Ин-Пис поддержал на 900 пикоинов и сказал Слава Дайсу. Молодчина, слышите. Я сейчас от такого обилия доната расстаю просто. И стану слишком добрым. А тут еще суровая пустошь, мне нельзя расслабляться. Анклав уже встречал. Новобранцев не берут, говорит Роллер. Анклав. А это ты про стримера, который у меня в городе, ну, как сказать. Он же тоже самарский анклав. И я, собственно, самарский стример. Вот. Но встречать я его не встречал пока. Как вы понимаете, рядом живем, но с друг с другом не встречались. Ну, я понимаю, что про другой анклав вопрос был. Но не удержался. Пастуха за 956 бакинских можно узнать расположение. Разимик, пастух, по-моему, не хочет. Это вообще никак. Так, расскажи о Большом Луи тем временем. А бойся, он не обсуждается. Таких людей, как он, все уважают и боятся, а значит, не обсуждают. А, ну ладно. Ну, может, что-нибудь другое расскажешь. Там секреты какие местные. Ну, есть один такой. За сотню расскажу. Ты держи карман шире. Лохов-то в других местах ищи. Ну, а ну. Не твое дело-то тут, значит. Ладно. Так, и что, все? Ладно, проехали, забей. О, хочу прикупить, мне нужны медикаменты. Стимулятор сделаешь? За каждую дозу возьму 200 баксов. Забей вообще. 200 баксов? Давай просто обменяемся. Посмотрим, что у тебя есть. У него 384 бакса есть. Нужно срочно что-нибудь выкладывать отсюда, продавать, потому что у нас места никакого вообще нету. Так, что у нас? Глушитель сигнала, взрывчатка, парадная форма. Не знаю, зачем она может нам быть нужна. Но что-то из этого явно нужно продавать. Например, ядероколу. 3 бакса. Коктейль молотова. Нужно продавать или нет вообще? Вот вопрос. Пиво, брюква. Ой, сложно. Все нужно, понимаете? Вот смотришь, каждый предмет добыт непосильным трудом. Так. Привет, снегами. Тем временем Разимок пишет это все, потому что кто-то красноречия мало качал. Да, мало качал красноречия. Что-то как-то вкачал себе восприятие, интеллект. Говорит, такой далеко гляжу, все вижу, а сказать не могу вообще. Ройлер говорит, я пошутить хотел, а ты мне втираешь анклавы какие-то. Ну как анклавы какие-то? Димку не знаешь, что ли? Удаешь вообще. Сделай партию стимпаков и толкни в груди убежище. А что там дороже возьмут, чем за 200? Что-то я очень сильно сомневаюсь. Опять считаю, что КГГ. Но, к сожалению, чат, опять, я сказал, ТВшный в хламоновском чате не работает. Печаль, беда полная. Сделай себе хранилище на входе в лавлок, стоит сундук. Да, я сейчас, наверное, так и сделаю. Сейчас посмотрим, что-нибудь из этого продать вообще можно. Сжигалку. Она нужна для того, чтобы поджигать. Но вы понимаете, поджигать здесь придется. Что-нибудь пуканы, например. И за 3 бакса. Просто, кстати, почему он стипак продает? 440. Так, понятно. Я тебе вон там бутылочку освежающего принес, так что... Так что, бывай. Что было на прошлом Стримчанском Паневаде? Была, во-первых, военная база, на которой мы отключали турели. Для того, чтобы вот эти бандиты прошли туда и себе затарились хорошим арсеналом оружия. А во-вторых, мы у местного племени индейцев квесты выполняли. В частности, мы там одного паренька вылечили. Ну как еще, неизвестно, насколько вылечили. Мы ему операцию сделали. Ноги, в общем, латали. А то они у него очень плохие. Говори! Мне удалось пробраться на военную базу, открыть доступ к складам. Ребята, вот-вот должны притащить оружие из Хаторна. Ну ты, лохкач-мача. Моя банда теперь при снаряжении, а я тебя начинаю уважать. Теперь ты свой человек в банде. Так что, отдохни для начала, расслабься, с братками пообщайся. А потом заходи, перетрем на тему запланированных дел. Лады? Ну? Говори! Так что там насчет запланированных дел? Клиентуру прет, понимаешь? Один игрок имеет с этого прибыль, и мне платит дань. Что за дань, дело не твое, просто нужно прийти и забрать. Игрока зовут Страйкер, он в ринос хоронился. Ты, главное, не ссы, просто скажи ему пароль. Не забывай о босса, сукин сын, ха-ха, он поймет. Потом принеси дань. Лады? Хорошие ребята, сразу видно, вот душевные такие, прям настоящие жители пустоши, обитатели. Вот что после апокалипсиса должно процветать? Бандитизм. Разбой. Не зря рукопашку на старте взял, надо было разговор. А, зря взял. Ну не сахар, по-моему, вполне нормально. Сделай партию стимпаку. Не, это я видел. Хранили счет тоже. Почему ты не добавляешь в свою группу ВК ссылку на ГГ? Да не знаю, я давным-давно эти ссылки не редактировал. Вы знаете, как это бывает? Один раз что-то отредактировал, а потом уже впадло просто. Вот. Запись вообще будет? Будет, конечно, звероящер, будет. Постараюсь выложить. Ну просто дел полно, вот когда занимаешься делами все неделю, не до того думаешь. Сейчас целый час потрачу на то, чтобы все это там выискивать, вырезать, заливать. Картинки, описания все делать. Думаешь, да не, а лучше потом-потом. И вот в результате так получается, что уже стрим очередной, а записи нет. Не зря, говорит, рукопашка у Дарк Макс. Я качал. Оптимал до 85 докачать на ринге, мне юрина пригодится. Кстати, совсем про прокачку забыл. У нас же есть возможность перк взять. Перк-то это замечательно. Так, перк. Какой нам перк нужен? Бонус движения мне очень нравился. Это возможность хитон ранить, очень хорошая. И это дополнительные две клетки передвижения на каждый ход дает. Но только на передвижение. Образованный? Не, не буду образованного брать. Нафиг вообще. Тем, кто смотрит на ютюбе, наш чат вообще не нужен. Говорит, не сахар. Да, там люди, этот чат, ну, как сказать. Я его держу для одной цели. Для того, чтобы меньше вопросов было, с кем я разговариваю. Честно скажу, вот, стопроцентно именно из-за этого. Потому как бывает люди, ну, слушают, что я разговариваю с кем-то. И, конечно, большинство понимает, что это со зрителями в чате. Когда не видишь чат, теряется ощущение того, с кем и как разговариваешь. Не видно, как люди отреагировали на ту или иную ситуацию. Так что, в принципе, есть плюсы чати в записи, конечно. Но не всем они, безусловно, нужны, эти плюсы. Так, без оружия у нас уже 90, так что хватит. Можно в легкое немножко. Говорят, в разговор очень хорошо вкладываться. Где у нас там Красноречие? 25. 25. Сколько нужно в Красноречие воткнуть, чтобы нас через мост пропустили? Ээээ... Какой мост? Радиостанцию бы подсказали, где найти. Вот. В твоей версии этого апокалипсиса самая бандитская страна будет Россия Гопники ведь Но в России все будет хорошо Но, кстати, есть страны гораздо более криминальные, чем Россия Так что не стоит питать иллюзией, что мы здесь тоже будем первыми Ничего подобного Маргинолог говорит Здравствуй, ответь, пожалуйста Была ли в твоей жизни компьютерная игра Которую ты не смог пройти по причине высокой сложности Честно, не помню Реально не предпринимаю счет такого Ну, может быть, что-то я бросал, конечно Так Пойдем, пожалуй, отсюда Здесь мы со всеми поговорили Так, насчет радиостанции Он не знает Доктор, подними до 45, понадобится, говорит Мегвег Уверен? А вдруг не понадобится? Разговор до 100 поднять? А, спич на радио не нужен Но поднять все равно рекомендует мне вон Дарк Макс Ладно При интеллекте 910 есть крутой перк подсказки Показывает требования в диалогах С удивлением обнаружил, когда играл в скольких местах нужна высокая торговля Говорит Ксан Это очень хорошо, кстати, что нужна Плохо, что у нас ее нет Поищи в этой локации рюкзак Ладно, ладно, рюкзак Так, давайте посмотрим, где мы можем рюкзак найти Но я надеюсь, не в этой машине Потому что машина радиоактивная Вообще, ночью искать плохая идея Очень плохая Ловушка У кого ловушка? Где ловушка? Не вижу ловушки Кто кричит ловушка? У тебя чат не на месте Или задержка на кибере появилась? На кибере? Подожди Подожди, какой кибер к черту? Ладно Чат не на месте Так, на месте вроде Последнее сообщение от Дарк Макса Говорит Да, если у тебя билд вообще для Невады не очень Много квестов не сможешь выполнить Здесь почти все скиллы Кроме, наверное, диверсии до 100 нужно поднять То есть оружие вообще брать не нужно было, да, я так понимаю? Надо было взять три каких-то навыка таких Ну Более понтовых Ловушка под ногами, да Скорее всего Стрим лагает Сочувствую Вот Куртку возьму А на разных плеерах лагает или только на одном? Что за сборка? Сборка от Восина Випак От Восина из восьмого Б Все как вы любите Так Опять ловушка Где вот ловушки? А вот не вижу их Ловушка кричит, видимо, такая Дай с ней наступи на меня А то я взорвусь Вот видите, а я не слушаю ловушку и 30 здоровья получаю Ой, жесть Вот хорошо, взорвался просто шикарно Ай, ловушка Полегче Ай, ловушка